Одним из самых спортивных торжеств в нашей стране по праву считается День физкультурника. Впервые его отметили в 1939 году. По традиции в нем принимают участие как спортсмены, так и граждане, любящие физкультуру. Ежегодно День физкультурника проходит с большим размахом. В этот день каждый смог найти для себя турнир по душе и силе, в котором он готов показать свои умения. В этот день в Ермолаево прошло множество различных состязаний, рассчитанных не только на профессиональных спортсменов, но и на обычных жителей, увлеченных физкультурой. Такая направленность выбрана не случайно, ведь здесь уделяется большое внимание именно массовому спорту. Одна из заслуг в этом председателя Комитета по физкультуру, спорту, туризму и молодежной политике Василия Копылова. Василий Иванович не оставил без поздравлений жителей. Сегодня действительно очень знаменательный и трогательный день. День физкультурника. Людей, которые отдают себя самому лучшему в жизни. Благодаря им страна становится сильнее. Спортсмены повышают свой спортивный уровень и доказывают его на всех уровнях соревнований. И именно славу приносит часто спорт. На торжественной церемонии спортсменам и тренерам были вручены почетные грамоты от администрации района. А игрокам футбольной команды еще и денежное вознаграждение. Они представляют Куиргазинский район. Стоит напомнить, в конце июля ребята стали победителями финальных соревнований 24-х сельских спортивных игр по футболу. А юным хоккеистам из команды тренера-преподавателя Александра Соколова были вручены зачетные классификационные книжки первого разряда. Громкие, громкие аплодисменты. Поздравил жителей и глава администрации района Ахат Кутлахметов. Дорогие спортсмены, дорогие жители нашего района, еще раз поздравляю всех награжденных, которые заслуженно получили почетную грамоту администрации муниципального района Республики Башкорстан и достойно получили благодарственные письма. Это действительно нелегкий труд, который вы делаете. Это спорт, не каждый может сегодня заниматься и достигать высоких высот. Поэтому вы молодцы и мы от души действительно поздравляем. В течение концертной программы выступали творческие коллективы районного дворца культуры. А юные спортсмены радовали зрителей показательными выступлениями. После торжественного концерта развернулись соревнования по различным видам спорта. Мальчишки и девчонки радовали своих родителей своими имениями. А зрители громко подбадривали ребят. По традиции закончилось мероприятие награждением. Победителям и призерам были вручены подарки. Но самое главное, конечно же, для участников – это положительные эмоции от соревнований. Так. Так. Так.